Севастополь Да, действительно, второе воскресенье августа традиционно уже в 60-й раз отмечается День строителя. В Севастополе сегодня прошли праздничные мероприятия. Были и праздничные мероприятия, были и мероприятия рабочие. Сегодня произошла первая встреча севастопольских строителей с исполняющим обязанности губернатора в формате 10 ведущих застройщиков, 10 ведущих подрядчиков. Были члены правительства. Я считаю, что прошло все достаточно конструктивно. Для первого раза были озвучены практически все вопросы, которые сегодня беспокоят отрасль. На некоторых остановились достаточно подробно. Были даны указания, приняты определенные решения, даны поручения по некоторым вопросам. Я думаю, что если мы в таком режиме пойдем, и встречи будут у нас регулярны, а отрасль у нас ведущая, встречи должны быть регулярны, я думаю, что все будет хорошо. Ну а вопросы какие подготовлены были? Были подготовлены основные 15 вопросов проблемных. Я могу их зачитать, если это интересно. Могу сказать, что основные проблемы это, конечно, отсутствие основных законодательных актов по строительству в городе. Ну, нет основного закона сегодня в городе Севастополе о строительстве. Это как бы первая проблема, из которой вытекает уже все остальное. Конечно, один из главных вопросов для застройщиков или для заказчиков это вопросы аукционов по земле. То есть, понятно, что сначала нужна земля, потом проекты, экспертизы и строительство. А вопросы подрядчиков основные, это то, что они очень хотят, чтобы максимальное количество объемов, которые строительных есть в городе, оставались сегодня у городских подрядчиков. Вот эти основные как бы вопросы. Ну, вообще, сама встреча конструктивно прошла? Да, встреча прошла конструктивно. Будем мы дальше работать. Я думаю, что совместно, команда молодая, инициативная. Я думаю, что будем совместно двигать вопросы строительства, чтобы город стал еще краше, лучше, комфортнее для проживания. Чтобы нравился и севастопольцам, которые здесь живут, и тем и людям, которые приезжают на гости. Помимо встречи с исполняющим обязанности губернатора Севастополя, мероприятия какие-то еще были? Да, прошли праздничные мероприятия. У нас сегодня в три часа дня было торжественное собрание. После этого был праздничный концерт. На торжественном собрании были вручены награды. Награды от города, от губернатора. Награды от законодательного собрания, благодарственные письма. Награды от... Благодарственные письма от общественной палаты. Также были вручены благодарственные письма от Российского союза строителей. Подписал Владимир Анатольевич Яковлев, президент Российского союза строителей. Были вручены два памятных знака, медали, посвященные этому празднику. Также некоторые компании у нас заняли ведущие места, стали победителями в общесоюзном зачете лучших строительных компаний России. Ну хорошо, в строительной отрасли какие перспективы на будущее? Я вот сейчас говорю именно о генеральном плане города, например, о концепции. Ну да, это такой интересный вопрос, который сегодня практически обсуждают все. Союз строителей полтора года назад разработал свой вариант концепции. Их у нас четыре, они все доступны, они находятся, висят, так сказать, на сайте законодательного собрания. С ними можно ознакомиться, это такой доступный документ. Мы тоже приняли участие совместно с ведущими специалистами строительной отрасли и градостроительства России, с нашими экономистами. Большое участие принимали экономисты нашего университета. Мы разработали свой вариант концепции. Считаем его одним из лучших, ну как положено, свое всегда лучшее. Понятно. Ну и хотелось бы сказать, что мы пространственное развитие города Севастополя, то есть организацию пространства Севастополя, к нему подошли через экономику. То есть мы сначала обосновали экономические моменты развития города, ввели такое понятие анклавная экономика, то есть это очень новое такое понятие. И что оно в себя включает? Оно в себя включает то, что Севастополь реально находится на, ну это такой анклав, отрезан от основных путей пока, да. И в нем, конечно, должна экономика развиваться на принципе анклавной экономики. То есть те отрасли, которые характерны для такого вот городского образования. Ну это рассказывать долго, но в принципе, в принципе, мы считаем, что это правильно. Организация пространства города, организация его улиц, площадей, связей транспортных, она должна идти от экономики. Ну а какие-то, возможно, примеры, концепции, что-нибудь, чтобы было более ясно? Ну, во-первых, мы сторонники того, ну и в нашей концепции это показано, мы сторонники того, что нужно развивать транспортные связи между районами. Основное это, конечно, транспортная магистраль, которая у нас называется широтная, она связывает все три района. То есть начинается от бухты Камышовой, проходит через, ну так реперно, если сказать, проходит через эпицентр, проходит через молочную балку, проходит через улицу Индустриальная, выходит на так называемый Славянский рынок, океан, дальше на Красную горку и потом выходит через улицу Мельника на Суздальские высоты и далее на предполагаемый мост. Это бы широтная магистраль связала бы, во-первых, районы города, во-вторых, организовала бы вокруг этой магистрали пространство, которые были бы инвестиционно привлекательны, сразу бы заработала целая огромная территория. Плюс, проходя через так называемый эпицентр и молочную балку, вы знаете, там у нас находится промышленная зона старая, послевоенная промышленная зона, и нам в помощь закон о реновации промышленных территорий, который был утвержден и подписан президентом буквально два месяца назад, конечно, эту зону бы сделать. Это географический центр города с прекрасными видовыми характеристиками. Конечно, там бы сделать социальные объекты, построить школы, магазины, жилье, детские сады и таким образом развить эту центральную часть города. Рассчитан генеральный план реализации до 2030 года, да? Насколько это разрешено? Да, это он до 2030 года. И вот, кстати, я хотел заострить внимание, что мы всегда, когда разрабатывали эту концепцию, мы представляли потребителя этой концепции, то есть жителя города, который будет жить вот в 30-м году, да? То есть это те люди, которым сегодня вот 15 лет, им будет 30 всего, кому там 25, соответственно, будет всего 40. То есть это люди, которые будут жить в Севастополе, что им нужно? Им нужно, конечно, где-то работать. В любом случае, конечно. Да, им нужно комфортно жить, желательно в современном жилье, в современных микрорайонах, чтобы там было удобно, просторно. Надо где-то отдыхать, то есть нам надо думать о том, что все-таки Севастополь – это морская территория, да? И тут надо бы, конечно, чтобы с пляжами было все хорошо, и людям местным, и приезжим. Вот. И, конечно, не без развлечений. Где-то надо отдыхать, развлекаться. Вот. Это как бы что касается гражданского населения. Ну и понятно, что у нас большая военная составляющая, это тоже все как бы учтено в концепции. Более того, там есть некоторые такие моменты, которые, значит, может быть, нельзя озвучивать, но они предусмотрены пунктиром. Вот. Поэтому, ну, считаем, что наша концепция достаточно зрелая, и, в общем-то, она получила высокие оценки в соответствующих структурах. Ну, как вы перечислили там места отдыха для молодежи, вообще для жителей города, ну и транспортная инфраструктура, естественно. Транспорт, да. Экономика, транспортная инфраструктура, это промышленные зоны, это зоны отдыха, зоны развлечения, зоны, где курортные. То есть мы разделили рекреационные зоны, это там, где надо зарабатывать городу деньги. То есть организованный отдых и городские зоны отдыха, это туда, куда ходят жители и неорганизованные туристы. То есть вот мы это все как бы предусмотрели. Кроме этого, там большая инженерная подготовка проработана, то есть и вода, и водоснабжение, и канализация, канализование, и электрические мероприятия. То есть все там как бы реперно все заложено. Ну, могу только пожелать успехов. Я уверен, что в любом случае добьетесь того, чего хотите, и все будет замечательно. Ну, мы тоже на это надеемся. Да, поэтому спасибо большое, Александр Рудольфович, что пришли к нам в студию и ответили на вопросы. У нас совсем не остается времени. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с ЭКС. И я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Ну, все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова